Как храбрый поступок Вивека Берроя разрушил его карьеру? Актер Вивека Берроя известен меньше своими фильмами и филантропическими поступками, а больше тем, что является третьим колесом в истории любви Салмана Хана и Айшвари Рай. У Вивека было очень многообещающее начало карьеры в Болливуде. Его дебютный фильм «Компания» принес ему премию «Филфарм Эвер», а Саати, вышедшая в том же году, в 2002 году, подтвердила, что он был суперзвездой в процессе создания. Но он также является актером, чей звездный статус был отнят, как только он был дарован ему. Так в чем же причина того, что Вивека Берроя редко снимается в фильмах? Актер, который давал мощные фильмы в начале своей карьеры, совсем исчез. Причиной, несомненно, станет его ссора с актером Салманом Ханом. Все началось 31 марта 2003 года, когда Вивека Берой создал пресс-конференцию, заявив, что Салман Хан угрожал ему. Эти дни были полны потрясений в жизни Салмана и Айшвари, когда они оба попали в трудную ситуацию. И Айшвари была с этапа горла своим навязчивым кавалером Салманом. Она увидела утешение Вивеки. Хотя Айшвари Ара никогда не давала понять, что они с Вивеком состоят в отношениях, она посещала церемонии и мероприятия вместе с ним. Салман Хан тогда был в плохом состоянии из-за разрыва с Айшвари. Все, чего хотел Вивек, это быть рядом со своей хорошей подругой в то время, когда она переживала эмоциональный кризис. Для этого Вивек созвал пресс-конференцию в гостиничном номере и заявил, что Салман звонил ему с угрозами для жизни. Эта пресс-конференция оказалась роковой для Вивека. По иронии судьбы, актриса, за которую он вступился позже, заявила, что она в этом не участвовала. Айшвари начала избегать его и не оценила то, как он вел себя на людях. В ток-шоу с режиссером-хореографом Вивек признался, что пресс-конференция повлияла на его карьеру. Он косвенно обвинил Айшвари в том, что она спровоцировала его на это, а потом умыла руки. Он также сказал, что брат Салмана, Сахайл-хан, который когда-то был его лучшим другом, так и не простил ему этого, и он сожалеет об этом больше всего. Позже Вивек извинился перед Салманом как публично, так и в частном порядке в течение многих лет, но Салман не простил его. После этого инцидента Вивек увидел бойкот со стороны промышленности и был расценен как самый большой глупец, который пошел против Салмана. Люди воздерживались от того, чтобы подписывать его для своих фильмов, и то, что могло бы быть блестящей карьерой, видела тьму. Спустя 12 лет после этого инцидента Вивек все еще расплачивается за это, а Айшвари и Салман прекрасно справляются своей жизнью. Увы, Вивек, застрявший между всем этим, стал просто еще одним актером в Болливуде. Поклонников мучил вопрос, почему же расстались Вивека и Айшвари? Вивек спас Айшвари от Салмана Хана, почему же тогда она не признала его? Почему она обращается с ним, как с незнакомцем? Она всегда поддерживала Вивека как друга. Они посещали премиальные шоу и благотворительные мероприятия, как пара, путешествовали вместе в Индии и за рубежом, а также работали вместе. Эжа бросила Вивека после того, как его фильмы плохо шли в прокате и начала встречаться с Абхишеком. Это так? Источник, близкий к Айшвари, сказал, это полная чушь. Их отношения закончились. Айшвари никогда не показывала, что она более популярна, чем Вивек в Индии и за рубежом. Она работала с Абхишеком в 2000 году, задолго до того, как познакомилась с Вивеком. Она очень близка к Батчанам. Она определенно не встречалась тогда с Абхишеком. Кстати, Абхишек – друг Вивека. Вопрос. Эж не дала Вивеку заслуженного разъяснения, прежде чем расстаться с ним, и ему пришлось прочитать об этом в газетах. Почему? Источник. Эж категорически заявила Вивеку, что не собирается выходить за него замуж. Эж действительно говорила с Вивеком о разрыве отношений. Причины их разрыва им наиболее известны, и она не обязана давать какие-либо разъяснения средствам массовой информации. Ей нравился Вивек как друг, и она не хочет говорить о нем ничего плохого. Но с другой стороны, если Вивек предпочитает мечтать об отношениях, которые давно закончились, это не вина, Эж, не так ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова